Всем привет, с вами Елена Вивас из Аргентины и сегодня мы с вами продолжаем цикл видео о пребывании немецких военных преступников на территории Южной Америки. Мои предыдущие пять видео были посвящены пребыванию нацистских преступников на территории Аргентины, а сегодня мы с вами немножко расширяем нашу географию и поговорим о том, где был захоронен Гитлер на территории Южной Америки. Мы поговорим о показаниях тех, кто участвовал в этих захоронениях, а также о том, как немецкие военные преступники, спасаясь от правосудия на территории Европы, прибывают в Южную Америку и начинают заниматься наркобизнесом. А также будет много других интересных историй о пребывании немецких военных преступников на территории Южной Америки. Так что оставайтесь до конца этого видео. Интрига об самых интересных историях будет сохраняться до конца. Вы же знаете, что самое интересное я рассказываю в самом конце. Совсем недавно главные новостные каналы некоторых стран Южной Америки облетела новость о том, что на территории Южной Америки было найдено захоронение главного преступника 20 века, развязавшего Вторую мировую войну, в которой погибли миллионы и миллионы людей, Адольфа Гитлера. Эта версия о том, что могила Адольфа Гитлера находится на территории Южной Америки, была подкреплена интервью с солдатом, который участвовал в его захоронении. Итак, альтернативная версия о том, как закончилась Вторая мировая война уже в наши 2020-е годы вновь становится актуальной и вновь привлекает внимание тех, кому интересна история, тех, кто хочет знать правду и добиться справедливости. Эта альтернативная история нам гласит о том, что Адольф Гитлер не закончил свою жизнь самоубийством в апреле 1945 года в своем бункере в Берлине, а покинул Берлин и по крысиным тропам сначала попал на Канарские острова, где он садится на подводную лодку, которая прибывает к берегам Аргентины, к безлюдным берегам Патагонии и дальше начинается его путь после Второй мировой войны, который, согласно новым данным, был окончен в 1971 году. О том, где проживал Адольф Гитлер на территории Аргентины, я рассказывала в двух своих предыдущих видео. В одном из этих видео я рассказывала о пребывании Адольфа Гитлера на территории провинции Кордоба, в отеле Эден, то есть в отеле Рай. И второе мое видео было посвящено пребыванию Адольфа Гитлера на территории Барелочи и его окрестностях. И там я рассказываю и показываю два ранчо, Сан-Рамон и Иналько, на территории которых очень много лет провел Адольф Гитлер. Также известно, что Адольф Гитлер проводил достаточно много времени на территории Парагвая, где он скрывался под именем Бруно Киршнер, на территории Бразилии. В прошлом своем видео я показала сделанные фото Адольфа Гитлера на территории Колумбии уже после Второй мировой войны. А сегодня мы с вами поговорим, где был захоронен Гитлер на территории Южной Америки. Огромную огласку альтернативная история окончания Второй мировой войны получила после того, как в 2014 году аргентинский журналист Абель Басти выпустил книгу по следам Гитлера. В предыдущем видео мы с вами очень много говорили об этом аргентинском журналисте, который родился в городке Оливас и большую часть жизни проживает в Барелочи. И последние 30 лет своей жизни этот аргентинский журналист посвятил исследованию темы жизни Адольфа Гитлера после окончания Второй мировой войны на территории Южной Америки. За эти 30 лет он уже выпустил порядка 10 книг. Последняя его книга называется «Фотографии Адольфа Гитлера после Второй мировой войны», где собран достаточно большой фотоматериал пребывания Гитлера на территории Южной Америки после окончания Второй мировой войны. Ну, куда бы казалось уже еще больше нужно доказательств. Также им были опубликованы интервью с теми людьми, которые работали у него на ранчо и так далее. Но обо всем об этом мы с вами говорили в моем предыдущем видео. А сегодня мы с вами поговорим о том, где был захоронен Гитлер на территории Южной Америки и как это стало известно. В 2021 году в одном из бразильских изданий выходит книга, которую написал бразильский журналист Марсело Нетта «Человек, который похоронил Гитлера». Да-да, в этой книге полностью рассказывается и даются все данные о том, где находится склеп с останками Гитлера на территории Южной Америки. А захоронен он был в самом центре столицы Парагвая, в городе Асунсьон, на улице Испания, в самом центре города. Откуда это стало известно? Дело в том, что Марсело Нетта работает журналистом. И вот однажды к нему в редакцию, в его кабинет пришел один из немецких солдат, проживающих на территории Бразилии, и рассказал свою историю о том, как он присутствовал на захоронении Адольфа Гитлера в 1973 году. Здесь может показаться несколько несостыковка с датами. Дело в том, что согласно показаниям этого солдата, которого зовут Фернандо Ногейро де Араужо, имя достаточно сейчас уже известно и в Бразилии, и вообще в Южной Америке, церемония захоронения Гитлера происходила два раза. Вот согласно тем данным, которые он дал журналисту в своем интервью, Адольф Гитлер умер в 1971 году. И в 1973 году состоялась повторная церемония его захоронения вот на вот этой улице Испания, в городе Асунсьон, которая является столицей Парагвая. И это был такой пакт закрытия этого бункера, чтобы больше никогда к нему никто не мог прикоснуться. Ну как можно закрыть бункер, если вдруг он об этом рассказывает, всем становится известно. Дело в том, что в последующем, после этой церемонии, сверху этого бункера немецкими предпринимателями был построен отель. Так что, если вы захотите однажды остановиться в одном из отелей в самом центре Асунсьона, проверьте, не тот ли это отель, в подполье которого находится склеп, в котором захоронен один из самых главных преступников 20 века Адольф Гитлер. Так вот, вот этот бразильский, можно даже правильнее сказать, немецко-бразильский солдат Фернандо Ногейро де Араужа присутствовал на вот этой повторной церемонии захоронения Адольфа Гитлера 1 января 1973 года. Он был одним из 40 солдат, которые были приглашены на эту церемонию присутствовать непосредственно в фашистской экипировке. Изначально, когда Фернандо Ногейро давал свое интервью Марселло Нетто, он точно не мог сказать, под каким именно отелем находится склеп. Что мне все время хочется сказать с мощами? Какие нафиг с мощами? С костями, с обглоданными, не обглоданными костями Адольфа Гитлера. И предположительно называлось несколько отелей. Дело в том, что вот он поучаствовал в этой церемонии захоронения и опять там уехал в свою деревню. И какой там в последующем был построен отель, он не знал. И вот этот журналист Марселло Нетто, он очень долго не публиковал это интервью, он никому о нем не рассказывал. Как он пишет, что в отличие от аргентинца Абеля Басти, он предпочел несколько лет проводить расследование, чтобы уже дать конкретную и точную информацию о том, где на самом деле находится захоронение Гитлера. Он проверил три предполагаемых отеля, которые были построены немцами и на которые косвенно указывали приметы, которые называл вот этот солдат Фернандо Нагейро. Они не подтвердили присутствие там в подполях какого-либо склепа, захоронения и так далее. Но вот когда Марселло Нетто одной из своих теорий выдвинул то, что склеп находится под отелем Пальма с дель Соль, солнечные пальмы или пальмы под солнцем, как хотите можете это перевести, тут у него как раз таки все и срослось, потому что этот отель начали строить практически сразу после описываемых событий. Хозяином этого отеля был немецкий предприниматель. Уровень пола в этом отеле был достаточно очень странным и ходить по нему было неудобно. Везде были какие-то перепады высот. Более того, там практически когда заходишь, нужно было чуть ли не спускаться. И когда он попросил хозяина отеля разрешить ему провести некоторые исследования при помощи прибора, который с помощью ультразвука поможет узнать, есть или нет что-либо в подполье этого отеля, хозяин отеля ему запретил. Что еще больше дало Марселлу Нетто поводов полагать о том, что захоронение Гитлера находится именно в подпольях этого отеля. И что этот отель был построен сверху склепа, в котором был захоронен Адольф Гитлер. После того, как эта книга, который захоронил Гитлера, была опубликована в Бразилии, естественно, Абель Басти, наш аргентинский журналист, ее тоже прочитал. Они с Марселла Нетто вообще были постоянно в контакте. И дальше расследованием этой темы также занялся и Абель Басти. В августе этого года Абель Басти побывал в очередной раз в Парагвае и попробовал поговорить с хозяином этого отеля, солнечные пальмы или пальмы под солнцем. Но хозяин отеля абсолютно не шел на контакт. Он отрицал присутствие склепов, какого-либо вообще склепа в подпольях его отеля. Поскольку нынешний хозяин этого отеля, он взял этот отель в аренду, Абель Басти также обратился к хозяину самого этого здания, к хозяину этого участка. Тот ему тоже во всем отказал и сказал, что тот, кто нынче арендует у меня эту землю и здание, он имеет полные права отказать или разрешить вам. Если он вам не разрешает, я вам тоже... Что я могу сделать? Я же передал права на эту недвижимость другому человеку. На сегодняшний день Абель Басти хочет обратиться уже к правительству Парагвая, чтобы дали ему разрешение исследовать подполье этого отеля. Причем Абель Басти также не собирается там ни копать, ни разрешать, а всего лишь при помощи специальных геолокаторных устройств провести свои исследования и узнать, что находится в подполье под этим отелем. Из всего этого материала, которым обменивались между собой Марселла Нетта и Абель Басти, и все, что они расследовали на протяжении... Получается, что Марселла Нетта этим вопросом занимается порядка 20 лет, Абель Басти этим вопросом занимается порядка 30 лет. Абель Басти сделал вывод о том, что Адольф Гитлер умер в феврале 1971 года и вот был захоронен в Ассуньоне. Как Адольф Гитлер попадает в Парагвай из Аргентины? Дело в том, что пребывание Адольфа Гитлера на территории Аргентины прикрывалось президентом Хуаном Пероном, пока его не свергли в 1955 году. После того, как Хуана Перона отстранили от власти, Хуан Перон, воспользовавшись своими дружескими отношениями с диктатором Парагвая Стресснером, попросил Стресснера о том, чтобы теперь он заботился о укрытии Гитлера. И в принципе в одном из своих интервью Стресснер говорит о том, и он подтверждал в свое время, что Гитлер пребывал на территории Парагвая. И он четко говорит о том, что его об этом попросил Хуан Перон. И с учетом того, что сегодня у власти в Парагвае президент, который принадлежит той же партии, в которой состоял Стресснер, ну как бы проси, не проси, понятно, какой будет результат. Вот то, что на сегодня известно о том, где был захоронен Адольф Гитлер. Что еще сегодня я вам хотела рассказать? Сегодня я также хотела поднять вопрос о пребывании нацистских преступников на территории Парагвая. Про Аргентину мы поговорили достаточно. Да, на территории Аргентины их было больше всех, но и на территории Парагвая у нас также находится немаленькая немецкая община, которая начала формироваться еще в конце XIX века, но разрослась она именно по окончании Второй мировой войны, когда в Парагвай прибыло также большое количество военных немецких преступников. Следующая история, о которой мы сегодня поговорим, также происходила в столице Парагвая, в городе Асунсьон. Когда покупатель, говоривший только по-английски, зашел в ее часовой магазин, который находился в центре города Асунсьон, Соня Таубер почувствовала, что она где-то видела его раньше, откуда-то она его знает. И когда элегантно одетый мужчина попросил ей показать одни из часов, которые он выбрал, Соня Таубер на секунду задумалась, подняла рукав на левой руке и показала свою татуировку, которую она получила, будучи узницей лагеря Освенцем. Татуировка означала следующие цифры 29 458. Мужчина побледнел, что-то забурчал, сказал, что забыл свой бумажник в машине и быстро, не оглядываясь, вышел из магазина. Соня Таубер узнала его. Это был доктор Йозеф Менгеле, тот самый доктор смерти, который был доктором в концентрационном лагере Освенцем во время Второй мировой войны. По окончанию войны Парагвай приветствовал не только евреев, переживших Холокост во времена Второй мировой войны, но также и многих нацистских преступников. Диктатура Альфреда Стресснера, который правил Парагваем с 1954 года, на протяжении целых 35 лет, с распростертыми объятиями приняла в своей стране огромное количество немецких военных преступников, и не только немецких. Также сюда прибывают ультраправые из Франции, из Испании, из Хорватии, и для всех в Парагвае было место. И это было место безопасным, поскольку их покровителем был сам президент этой страны, Альфредо Стресснер. И Йозеф Менгель, которого также прозвали еще в свое время ангелом смерти, был одним из тех, который нашел здесь свое убежище, когда под задницей у него закипело, будучи, находясь на территории Аргентины. О пребывании доктора Йозефа Менгеля на территории Аргентины мы с вами много говорили в одном из моих предыдущих видео, поэтому заходите в мои плейлисты, ищите видео под названием «Как жили и как их ловили нацистских преступников на территории Аргентины». А сегодня мы поговорим о той части его жизни, когда, сбежав из Аргентины, когда он чувствовал, что разведка Моссад напала на его след, доктор Менгеле отправляется жить в Парагвай. В свое время, во времена Второй мировой войны, на пандусе Освенцима доктор Менгеле чувствовал себя просто решителем судеб. Повернет свою палочку направо, значит заключенный отправляется на принудительный труд, а повернет ее налево, значит будет газовая камера. Ну или если это, например, близнецы, то они прямиком отправлялись в лабораторию Ангела Смерти, где он проводил над ними ужасающие опыты. Прибыв в Парагвай, он получает свое удостоверение на имя Хосе Менгеля. Он даже его не менял. Это произошло в октябре 1959 года, когда Альфреда Стресснер был у власти уже у нас получается сколько? Пять лет. Полиция Стресснера выдала ему удостоверение о том, что он якобы проживает на территории Парагвая, не выезжая из него на протяжении уже целых пяти лет. Какая невыносимая ложь! Поскольку доктор Менгеле к тому времени в Парагвае находился всего один месяц, и на основании этой справки о его пятилетнем пребывании в стране доктор Смерти Йосеф Менгель получает парагвайское гражданство. Все это очень подробно в своей книге доктор Менгеле в Парагвае описывает парагвайский журналист Андрес Гутиерес. В дальнейшем, чтобы не привлекать к себе особого внимания, поскольку на его след уже напала разведка Массада, доктор Менгеле прячется на одной из ферм лидера подпольной нацистской партии в городе Уэйнау в Итапуа. Это достаточно известный и сегодня городок тем, что на его территории также в основном проживает немецкая община. Чем же там занимался доктор Менгеле? Угадайте с одного раза. Он там лечил коров и свиней, которых выращивали на этой ферме, то есть, пользуясь знаниями доктора по человеческим болезням, пользуясь теми знаниями, которые он получил, будучи доктором лагеря Освенцем, теперь свои эксперименты он проводил над животными. Но его мирно-крестьянская жизнь в Парагвае продолжалась недолго, поскольку в 1960 году израильская разведка в Аргентине схватила Адольфа Эйхмана, одного из архитекторов того, что нацисты называли окончательным решением. Когда доктор Менгеле почувствовал, что даже в Парагвае земля под его ногами горит все жарче и жарче, он сбегает в Бразилию, где он прожил еще долгих 19 лет, пока в возрасте 67 лет не утонул на пляже в 1979 году. Об этом тоже мы с вами говорили в одном из предыдущих видео. Если вы их не смотрели, еще раз напомню, заходите в мои плейлисты, все последние несколько видео у меня посвящены именно этой теме присутствия нацистов на территории Южной Америки по окончанию Второй мировой войны. Еще одним персонажем с большим нацистским прошлым в истории Парагвая был Огюст Рикар, который во времена Второй мировой войны был сотрудником нацистской тайной полиции. И также еще во времена Второй мировой войны он был лидером организации, которая занималась поставками героина на территорию США. Когда он перебрался после Второй мировой войны в Южную Америку, непосредственно в Парагвай, он продолжил заниматься привычной ему деятельностью. И в этот раз уже его покровителем был диктатор Парагвая Альфредо Стресснер. Специально для того, чтобы прикрывать свои темные делишки, он открыл отель в 1967 году в городе Ита-Энрамада. Это было его главное прикрытие для торговли наркотиками. Но его бизнес в Южной Америке продлился недолго, поскольку в 1967 году при подлете в Майами его самолет, в котором он находился и перевозил 100 килограмм героина, разбился. Примечательно, что один из задержанных пилотов работал в компании такси «Аэро Гуарани». Гуарани – это местные племена, проживавшие исторически на территории Парагвая. И эта компания, она принадлежала генералу Андресу Родригесу. Власти США затребовали экстрадиции Рикарда в страну, на что правительство Стресснера отказалось. Тогда Ричард Никсон предъявил Парагваю ультиматум, что помощь со стороны США, имеется в виду экономическая, любая другая помощь, она будет прямо пропорциональна тому, с какой скоростью Стресснер выдадет стране наркотрафиканта с нацистским прошлым Агюста Рикара. Поэтому Стресснеру пришлось пойти на эти условия. В США этого наркотрафиканта и немецкого преступника приговорили к 20 годам лишения свободы. Ключевым действующим лицом, который способствовал прибытию в Парагвай таких крупных военных немецких преступников, как Йозеф Менгель, вперед с 1950-х по 1970-е годы, был нацистский полковник Ганс Улерих Рудель, который постоянно посещал Парагвай. Даже диктатор Парагвая Альфредо Стресснер называл его своим личным другом в письме к послу Парагвая в Мадриде с просьбой выдать паспорт для Отто Скорцени, который во времена Второй мировой войны был полковником элитного подразделения СС, отряда охраны нацистской партии, спасшего итальянского фашистского диктатора Муссолини. Журналист Гутьерес также в своей книге утверждает о том, что Рудель, кроме того, что помогал прибытию нацистов в Парагвай, между делом также занимался торговлей оружия, которое при соучастии Стресснера они отправляли апартеиду в Южную Африку. Еще одним нацистским преступником, который прибыл в Парагвай из Аргентины, был Эдуард Рошман, который во времена Второй мировой войны был главнокомандующим гетто в Риге и который был ответствен за гибель 30 тысяч евреев. Правда, в его случае абсолютно нет никаких данных о том, что он получил какую-либо поддержку и защиту со стороны правительства, поскольку он прожил в Парагвае в полной нищете, одиночестве и умер в клинической больнице в августе 1977 года, через достаточно короткий срок после его прибытия в Парагвай из Аргентины. Историк Клаудио Фуэнтес, президент Парагвайского комитета исторических наук, выделяет три волны прибытия крайне правых французов на территорию Парагвая. Первая волна это были сторонники или коллаборационисты нацистов во времена Второй мировой войны. И вот о их представителях мы с вами уже немножко поговорили. Затем с территории Франции прибывают противники независимости Алжира от Франции. А с 1980 года прибывают противники инаугурации президента-социалиста Франсуа Миттерана. Так вот, в 1965 году, во времена Второй волны эмиграции ультраправых французов, на территорию Аргентины прибывает Жорж Ваттен, больше известный по прозвищу Шакал. Это был тот самый Шакал, который стал известен благодаря своей неудавшейся попытке покушения на жизнь президента Франции Шарля де Голля. Он был членом профашистской тайной подпольной организации, которая отвергала независимость Алжира от французской колонизации. Жорж Ваттен скрывался на территории Парагвая практически 30 лет и умер тихо, мирно, спокойно в своем доме в городе Асунсьоне в возрасте 71 год в 1994 году. На территории Парагвая свое убежище находили нацистские преступники практически со всех стран Европы. И их преследовали не только европейские спецслужбы, не только израильская разведка, они даже умудряли стрелять друг друга. Следующий случай, о котором я вам сейчас расскажу, произошел однажды весной 1965 года, когда в одном из кинотеатров города Асунсьон вечерний сеанс закончился перестрелкой. Поляк и бывший пособник нацистов Петр Прокопчук, информатор сообщества «Ла Техника» подпольного центра по содержанию под стражей и пыток, был убит Батриком Контичем, хорватским террористом, работавшим в полицейском следственном управлении. Тогда в местных газетах написали, что полиция следит за полицией и полиция убивает полицию. Вот об этих историях я сегодня вам хотела рассказать в этом видео, поэтому на сегодня у меня все. Как вы видите, мы с вами уже переместились за пределы Аргентины, начинаем расширять свою географию. И в следующих видео мы также поговорим о других нацистских преступниках, которые нашли свое убежище в других странах Латинской Америки. И, конечно же, одно из ближайших моих видео будет посвящено обещанной истории Мартина Бормана, который нашел свое убежище после Второй мировой войны также на территории Южной Америки. Итак, на сегодня у меня все. Всем пока-пока. Не забывайте поставить свой лайк, оставить комментарий, что вы думаете на эту тему. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить другие видео. С вами была ваша Елена Вивас.